Сергей Николаевич Каськов. Роль конвенции в научно-теоретическом познании на примере классической и неклассической физики. Издательство Директ Медиа. В учебнике проведен анализ современной методологии науки, в которой выделяется когнитивно-волевая сторона теоретического познания и знания, представленная прежде всего через конвенцию как познавательную операцию и общенаучный метод когнитивных решений. Данный подход наиболее адекватен положению дел в современном научном познании. Каждая глава учебника снабжена списком литературы, приведены вопросы для самоконтроля и саморазвития. Издание адресовано аспирантам и студентам, изучающим философию науки, логику и методологию научного исследования, а также преподавателям и всем желающим познакомиться с этими актуальными и важными разделами философско-методологического знания. Теория – это когда все известно, но ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику, ничего не работает и никто не знает почему. Альберт Эйнштейн. Существа, способные устанавливать конвенции, суть существа и добровольные духовные, Карл Дюпрель. Конвенции разъедают нас насквозь, но есть конвенциональные способы преодоления конвенции. Нет никакой твердой почвы под ногами, есть лишь сопротивление глубины. Станислав Ежелец. Предисловие. Конвенция и теория. Рациональность и антропологичность. В последние десятилетия, в результате широкого обсуждения проблемы взаимосвязи ценностного и когнитивного, в познавательной деятельности все больше утверждается мысль о принципиальной включенности ценностных компонентов сознания. Человеческого измерения познания не только в сам процесс осуществления любого вида познавательной деятельности, в том числе и научной, но и в его результаты, включая научные знания. В этой связи вполне резонно возникает вопрос о характере той методологической процедуры, с помощью которой реализуется синтез ценностной и когнитивной компоненты научного познания. Для конвенционалистской философии науки, истоки которой восходят к началу 20-го в Дюгем, Пуанкаре, Леруа и другие. Такой базовой методологической процедурой считается конвенция или условное соглашение обо всех принимаемых в науке значениях понятий, способах измерения различных величин, основных аксиомах и принципах научных теорий, средствах доказательства, обоснования и проверки высказываний и концепций науки и тому подобное. Очевидно, что конвенция – это одна из форм проявления свободы субъекта научного познания и его мышления при осуществлении познавательной деятельности и одновременно демонстрации человеческого, антропологического характера самого научного познания и всех его результатов. Существенно конвенциональный характер научных теорий был признан в 20 веке не только многими выдающимися учеными – Пуанкаре, Эйнштейн, Вейль, Фейнман и другие. Но и большинством философов науки, как неопозитивистского ее направления – Тис, Карнап-Карнап, Рассел, Айдукевич, Айер, Гемпель и другие. Так и постпозитивистского – Поппер, Лакотос, Тулмин, Фейербент, Кун и другие. Этому способствовала целая совокупность особенностей неклассической и постнеклассической науки – резкое возрастание абстрактности и степени общности естественно-научных теорий. Использование учеными гипотезы в качестве необходимой и важнейшей формы развития научного знания. Пересмотр многих понятий классической науки, казавшихся до то ли абсолютно незыблемыми. Отказ от одних фундаментальных понятий, изменение содержания других. Осознание конвенциальности языка и семантики научных терминов. Открытие многозначного характера связи теории и эмпирического материала. Резкое возрастание роли конкурирующих теорий в динамике науки и, в этой связи, проблемы выбора и значения внеэмпирических критериев при оценке теорий – простота, красота, удобство, изящество и т.д. Конвенционалистское истолкование природы научного познания с самого начала было направлено на утверждение и признание того неиспоримого факта, что наука – это результат человеческого творчества, разнообразных и систематических попыток человека рационально смоделировать природу, а вовсе не однозначно детерминированное путем воздействия природы на сознание ученого знания, и уж тем более не результат божественного промысла и гарантированного ученым истинного познания природы. Не случайно впервые вопрос о конвенциональном характере научного знания был поднят в конце XIX века отнюдь не в философии и методологии науки, а в рамках религиозного анализа науки и ее возможностей. И сделал это французский неатомист Эдуард Леруа, опираясь на средневековую традицию развлечения и противопоставления двух родов истин – истин разума и истин веры. Согласно этой традиции, научные истины, в отличие от религиозных, являются плодом усилий человеческого разума, а потому не могут быть абсолютно истинными по самой своей природе. Конвенциональная и человеческая природа научного знания – это то, от чего отказался в начале XX века. Гусерль и то, к чему пришел поздний Гусерль, выступая за гуманизацию европейской науки. Признание условно-истинного характера человеческого познания отчетливо просматривается также в экзистенциализме, прагматизме, герминевтике, впрочем, как и во многих других течениях философской мысли XX века. Конвенциональный характер научного знания был особенно ярко раскрыт вне позитивистских и близких к ним течениях философии науки. Несмотря на достаточно жесткий эмпиризм, логицизм, сцентизм и традиционный рационализм, и, в частности, на интерналистское понимание развития научного знания – они. Тем не менее, были единодушны в признании наличия в структуре научного познания некой внелогической, внеэмпирической и вместе с тем гуманитарной компоненты. Такой компонентой и являются, с их точки зрения, научные конвенции. Правда, в зависимости от философских предпочтений, наибольшая значимость и вес конвенций утверждались ими либо на эмпирическом уровне научного познания – Поппер и другие, либо на теоретическом – Пуанкаре, Локатос, Кун и другие, либо на обоих уровнях знания – Фейербент, Матурана и другие. Признание как сцентистами, так и антисцентистами конвенционального характера научного познания было одновременно и причиной. И следствием утверждения ими гуманитарного, человеческого характера, научного знания, его творчески-волевого и конструктивного происхождения. Вместе с этим происходил отказ от традиционной эпистемологической трактовки субъекта научного познания как трансцендентального субъекта, как некоего всеобщего и безличного ученого, своеобразного познавательного автомата. На смену такой трактовке пришло понимание субъекта научного познания как реального ученого с его конкретным познавательным интересом. Индивидуальным когнитивным горизонтом, способностью к продуктивному воображению, развитой степенью воли и жизненного самоутверждения. Сторонники социокультурной динамики науки добавили к этому положение о детерминации реальных субъектов научного познания со стороны культуры, ценностно-мировоззренческих, социальных и практических требований и запросов эпохи. Повышенный интерес философов науки к проблеме роли конвенций в научном познании был обусловлен не только бурным развитием науки в 20-м в. Усложнением структуры научного знания, возникновением множества конкурирующих исследовательских программ и теоретических концепций, созданием высокоабстрактных научных построений, но и настойчивым стремлением ученых осознать реальные гносиологические основания своей деятельности. Для них бесспорным стало то, что с углублением и расширением научного познания наблюдается повышение удельного веса и значения конвенционального элемента в науке. И это отнюдь не свидетельство произвола чистого мышления, а объективная необходимость и одна из закономерностей развития научного знания. То обстоятельство, что конвенции играют важную роль на всех этапах научного познания, как в процессе научного поиска, так и при построении и обосновании научных теорий, приводит ряд исследователей к мысли о необходимости выделения научных конвенций в качестве особого общенаучного метода, понимаемого при этом в качестве сложной и многообразной познавательной процедуры, включающей в себя целую серию различных познавательных операций логического, эмпирического и практического характера, заканчивающегося принятием ученым соответствующего решения конвенции. Конвенция – это не только всеобщая, массовая, но и элементарная познавательная процедура в науке. Это особенно очевидно при рассмотрении научного познания как существенно вербальной, дискурсивной, когнитивной деятельности. Такая постановка вопроса находит свое отражение в ряде новых течений философии языка, например, в трансцендентальном прагматизме апелли. В этой концепции язык рассматривается как отношение к отношениям, что актуально для проблематики и тематизации субъектно-субъектной модели познания. Эти моменты связаны с проблемой трансцендентального конституирования интерсубъективно значимого смысла вещей и явлений. Усматриваются и в современной германифтической феноменологии при объяснении и установлении конвенций между учеными о тематизированных предметах в их исследовательских программах и считаются ключом к проблеме обоснования истинности суждений. Таким образом, теория познания перестает быть классической критикой познания в виде знаков и их значений. Соответственно, это предполагает и иное рассмотрение соотношения познавательной и коммуникативной функции языка не как их сочетание или простого взаимодействия, а как единого процесса и в познавательных процедурах, и в общении, и в экзистенциальном разговоре, и в артикуляции мира и так далее. Основная трудность, с которой сталкивается философ при исследовании проблемы конвенций в науке, это механизм соединения объективных параметров научного знания и творческих возможностей познающего субъекта. Решение именно этой проблемы лежит в основе определения объективных границ конвенции и ее роли в научном познании. Условность – одно из проявлений активности субъекта познания. Эвристическая условность – это поисковая модель, функциональное средство достижения объективно верного знания о мире. Как известно, многие вопросы, связанные с исследованием структуры, функций и развития научных теорий, интенсивно разрабатываются и в современной отечественной методологической литературе. Здесь достигнуты значительные результаты и высказаны немало интересных и плодотворных идей. Что же касается проблемы конвенций, необходимо признать, что ее позитивная разработка в отечественной философии и науке пока находится только на начальном этапе. До сих пор в понимании природы условных соглашений и их функций остается много неясностей, трудностей и нерешенных вопросов. Некоторые авторы порой даже не различают понятия конвенция, конвенционализм и употребляют их как синонимы. За редким исключением и в мировой, и в отечественной литературе отсутствуют даже попытки дать четкое определение понятию конвенция. Обычно авторы пользуются такими синонимичными выражениями, как конвенция, конвенциональность, конвенциональный элемент, условность, условное соглашение, полагаясь на интуицию читателя и контекст работы. По сути дела, все эти выражения являются не более чем буквальным переводом с латинского языка термина конвенция, введенного в философскую методологию Леруа и Пуанкаре. В качестве одного из рабочих определений научной конвенции можно было бы предложить следующее. Научная конвенция – это методологическая процедура, характеризующая принятие субъектом научного познания когнитивного решения в ситуации выбора с целью устранения неопределенности при описании объекта или применения научного знания в практической деятельности. Проблематика исследования функций конвенций в научном познании тесно связана с задачей раскрытия меры человеческого присутствия в научном познании и в его результатах без потери при этом статуса объективности научного знания. Особенно актуальной эта задача выглядит по отношению к очевидно человекомерному характеру современной постнеклассической науки. Здесь требуется такое рассмотрение включенности ценностно-мировоззренческих и антропологических факторов в научное познание, при котором они выполняли бы функции не только внешних регуляторов процесса научной деятельности, но и существенных внутренних факторов, определяющих ее функционирование и развитие. Стремление современной философии науки преодолеть традиционное противопоставление методологических и мировоззренческих. Объектных и антропологических компонент при описании структуры и динамики науки приводит к возможности создания множества вариантов, осуществления их синтеза. Одним их таких вариантов и является конвенционализм. Его преимущество перед другими попытками синтеза состоит, на наш взгляд, в стремлении наиболее простым образом соединить объективность и рациональность научного знания с наличием в познании ценностно-психологических и практических установок ученых. Решение этой проблемы конвенционалисты видят в признании конвенционального характера научного познания, а использование научных конвенций рассматривают как одно из средств достижения гармонии научного знания. Его целостности, рационально-регулируемости человеческого лица и вместе с тем объективности и определенности. Безусловно, процесс научного познания не сводится к конвенциям и хитрости человеческого разума с его конструктивной свободой, ибо главная задача науки – адекватное, точное и эффективное описание объективной реальности. Однако без использования научных конвенций эта задача не может быть решена в принципе. Без признания и понимания фундаментальной роли конвенций в научном способе постижения реальности невозможно создание адекватных современной науки моделей, ее структуры и динамики. Заслуга конвенционализма состоит в четкой фиксации этого фундаментального обстоятельства. Более того, в рамках конвенционализма удалось эффективно соединить существенно противоположные характеристики научного познания, а именно человеческий характер научного познания с его объективностью и рациональностью. В этом отношении конвенционализм вполне может быть рассмотрен как логико-методологический вариант антропологического понимания науки. Логико-исторический анализ методологических проблем научных теорий. Несмотря на то, что философские труды Пуанкаре удалены от нас уже более чем навек, многие их положения не только не потеряли со временем своей актуальности, но и были далее развиты рядом известных философов XX века в более радикальную концепцию – неоконвенционализм. Среди основных вариантов неоконвенционализма можно выделить следующие. Трактовка карнапом природы, логика математического знания, доктрина радикального конвенционализма Айдукевича, конвенционалистские взгляды Поппера на природу научных фактов. Конвенционалистская трактовка локатосом, ядра научно-исследовательской программы, геохронометрический конвенционализм Грюнбаума относительно категорий пространства и времени и другие. Согласно конвенционализму, решение об истинности знания, особенно исходных понятий и постулатов некоторой теории, имеет своим основанием либо их субъективно понимаемое удобство, либо такого рода внутренаучные критерии, как простота теорий. Их логическая доказательность, полнота, перспективность использования для развития самой науки, как общего теоретического знания, так и разного рода частных моделей, эффективность применения при расчетах технических проектов и другие. В любом случае, речь не шла о классическом понимании истины, как тождество содержания знания содержанию опыта или содержанию объективной реальности. Необходимо отметить, что появление конвенционализма, как альтернативы прежним парадигмам природы научного знания, эмпиризму, рационализму не было случайным. Его возникновение имело объективные фундаментальные причины как философского, так и общенаучного характера. На возникновение и становление конвенционализма оказало существенное влияние прежде всего изменения в мировоззренческом климате науки, произошедшие в конце XIX – начале XX веков. Во-первых, одним из таких изменений стал кризис естественно-научного материализма в его созерцательной форме. Он не выдержал проверки при столкновении с новыми фактами развития науки того времени. 1. Появлением в науке большого количества соперничающих гипотез, относящихся к одной и той же предметной области и одинаково хорошо совместимых с имеющимися фактами. 2. Появлением в науке новых теорий, противоречащих парадигмальным теориям классической науки. В качестве наиболее ярких примеров можно привести инновации, которые произошли на рубеже XIX – XX веков в двух важнейших отраслях научного знания – физики и математики. В физике это было создание специальной и общей теории относительности, квантовой гипотезы Планка, создание молекулярно-кинетической теории газов и другие. В математике это было построение различных систем неевклидовой геометрии, неархимедовой арифметики, теории актуально-бесконечных множеств Кантера, математической логики, конструктивистской математики. Во-вторых, существенную роль в возникновении конвенционализма сыграло то обстоятельство, что оказались явно несоответствующими реальным особенностям развития научного знания того времени все ранее построенные модели научного познания. Как эмпирико-индуктивистские – Конт, Спенсер, Миль, Гершель, Уэвель, Джеванс, так и априорно-рационалистические – Декарт, Кант, Гегель, неокантианцы и другие. В чем конкретно заключалось это несоответствие? В качестве первой и главной особенности можно отметить резкое усиление степени абстрактности естественно-научных теорий. Отдаление их содержания от наблюдаемой реальности усиливало представление о независимости теории от опыта и научной практики. Конвенционалисты одними из первых осознали и зафиксировали этот факт относительной самостоятельности теории по отношению к опыту, утверждая, что научные теории лишь частично детерминированы опытом и по интегралу они суть не что иное, как результат конвенции ученых. Так Пуанкаре в этой связи писал, что приложимые к совокупности процессов всей вселенной постулаты сводятся в конце концов к простым конвенциям. Эти конвенции мы вправе устанавливать, так как заранее уверены, что никакой опыт не окажется с ними в противоречии. В еще более сильном виде креда конвенционализма сформулировал позднее известный польский логик Айдукевич. Основное положение обыкновенного конвенционализма, представителем которого является, например, Пуанкаре, заключается в том утверждении, что существуют проблемы, которые опыт не в состоянии решить, пока не будет введена произвольно принятая конвенция. В настоящем исследовании мы намереваемся обобщить и радикализировать это положение обычного конвенционализма. А именно, мы хотим выдвинуть и обосновать утверждение, что не только некоторые, но и все суждения, которые мы признаем и которые составляют все наше изображение мира, не являются еще однозначно определенными через данные опыта, а зависят от выбора понятийной аппаратуры, с помощью которой мы отображаем данные опыта. Эту понятийную аппаратуру мы можем, однако, избрать такой или другой, благодаря чему меняется и все наше изображение мира. Явление математизации знания преобразовало в 20-м столетии все естествознание. С распространением в науке математических методов связано, к примеру, то обстоятельство, что одна и та же математическая или физическая теория может быть применена для описания совершенно различных объектов и областей действительности. И прежде всего в силу того, что любые научные теории имеют собственную антологию, существенно другую по содержанию и происхождению, чем антологии эмпирического знания. И такой антологией для научных теорий является не мир реальных объектов и не мир абстрагированных от них эмпирических объектов, а мир сконструированных мышлением теоретика идеальных объектов. Для математических теорий это было очевидно давно, начиная с геометрии Эвклида. Но особенно резко заявила о себе при создании неэвклидовых геометрий, как альтернативных Эвклидовой, но признанных математиками как столь же законных с научной точки зрения. Правда, в естествознании, технических и социальных науках понимание конструктивно идеализированного характера антологии любой теории стало по-настоящему очевидным лишь в конце XIX века. Такое понимание оказалось верным и для механики Ньютона с ее инерцией, абсолютным пространством, временем, дальнодействием. Но такими же конструктивно идеализированными оказались и другие теории, причем не только физики, но и всех других наук. Теория электромагнетизма Максвелла, молекулярно-кинетическая теория газов Больцмана, генетика Менделя, теоретическая механика, экономические теории Смита. Рикарда, Маркса, теория цивилизации Шпенглера, теория социализма, теоретическая геология, теория бессознательного в психологии. Конструктивный характер антологии научных теорий, их относительная самостоятельность и независимость от конкретных областей опыта и практики была особенно очевидной при сравнении с эмпирической реальностью антологии математических теорий. Например, в теории функции комплексного переменного ее функция V могла быть легко связана с качественно разными физическими явлениями. Тяготением, светом, звуком, теплотой, магнетизмом, электричеством, движением морских волн, полетом самолета, колебанием упругих тел, строением атома и другие. Такое разнообразие приложений одной и той же математической теории легко формирует взгляд, согласно которому абстрактное знание математических теорий в принципе никак не зависит от опыта. Что оно имеет собственное содержание, конструируемое только математиками. Математик придерживается лишь внутри математических и логических критериев, непротиворечивости, доказательности, полноты, эффективности и другие. И самое главное, что математика сама создает некоторую вполне упорядоченную реальность, которую впоследствии навязывает объективной действительности при применении к ее описанию. Не случайно многие математики стали говорить о непостижимой эффективности математики как средства познания действительности, Вейль и другие. В-третьих, важнейшей особенностью научного познания второй половины XIX – начало XX веков стало постоянное и сознательное использование учеными гипотезы в качестве необходимой и незаменимой формы существования научного знания. Выдающиеся естествоиспытатели того времени – Фрадей, Максвелл, Больцман, Эйнштейн – подчеркивали, что нет абсолютной грани между гипотезой и вырастающей из нее теорией, в том числе и общепризнанной, и это показывает весь опыт науки. «Всякое обобщение – есть гипотеза», – писал Пуанкаре. «Поэтому гипотезе принадлежит необходимая, никем никогда не оспаривавшаяся роль. Она должна лишь как можно скорее подвергнуться и как можно чаще подвергаться проверке». Согласно конвенционалистам, после построения теории, ее исходные положения, аксиомы, должны рассматриваться как скрытое определение ее основных понятий, то есть как аналитические утверждения, выбор которых хотя и не произволен, но зависит отнюдь не от эмпирических данных, а во многом от ценностно-мировоззренческих и методологических установок ученых, таких, как удобство, простота, эффективность и другие. По этому поводу Больцман, возражая как эмпиристам, так и рационалистам, писал, «простейшее размышление учит нас, что безнадежно трудно наткнуться на верную картину мира посредством одних только высосанных из пальца предположений. Такая картина образуется очень медленно посредством приспособления отдельных удачных идей». Кроме того, согласно конвенционалистской эпистемологии, фундаментальные теории принципиально неопровергаемы, поскольку ученые всегда могут перестроить их так, что ранее противоречившие им результаты экспериментов окажутся их лучшим подтверждением. Однако, если принять безоговорочно подобную методологическую установку на принципиальную неопровергаемость фундаментальных теорий, тогда неизбежно возникает ряд трудно разрешимых проблем с объяснением реальных фактов истории науки, по окончательному исключению из корпуса научного знания некоторых фундаментальных когда-то научных теорий — геоцентрическая система Птолемея. Теория теплорода, теория флагистона, теория эфира, классические физические концепции пространства и времени, теория наследственности Лысенко, классическая модель атома Резерфорда, марксистская теория общественного развития. Конвенционалистская методология науки опиралась также на множество реальных фактов из истории науки по пересмотру содержания фундаментальных понятий науки. Ранее казавшихся абсолютно объективными и незыблемыми, пространство, время, материя, энергия, атом, одновременность, математическое доказательство, реальность, научный закон, химический элемент и другие. А также введение в научный обиход принципиально новых понятий, таких как наосфера, полин, электрон, бессознательный, психоанализ, ген и другие. Факт постоянного изменения понятийного аппарата науки закономерно ставит ряд принципиальных вопросов. Какова природа понятий, их источник? Обладают ли они объективным содержанием, или являются результатами конструирующей силы человеческого разума и тому подобное? И что не менее характерно, почему в разных философских концепциях эти вопросы решаются по-разному? Развитие научного знания, как и любой сложной системы, видимо имеет свою логику, но какова эта логика? Насколько ее законы давляют над когнитивным творчеством ученых и ограничивают его свободу? Конвенционализм не смог справиться с решением этой проблемы, ибо лишил научное знание не только статуса абсолютной априорности, но и статуса его однозначной детерминированности фактами, объявив все научные понятия, принципы и суждения лишь условными соглашениями, конвенциями. Эти условные положения, пишет Пуанкаре, представляют собой продукт свободной деятельности нашего ума, который в этой области не знает препятствий. Здесь наш ум может утверждать, так как он здесь предписывает, но его предписания налагаются на нашу науку, которая без них была бы невозможна, но они не налагаются на природу. Пуанкаре считал лишь все математические понятия, аксиомы, скрытыми дефинициями, замаскированными определениями, не имеющими прямого значения для природы. Айдукевич же пошел еще дальше, объявляя все понятия науки чисто условными образованиями, имеющими в мышлении самодавляющий характер. С этой точки зрения любые понятийные системы не отражают мир, а лишь репрезентируют его согласно конвенционально принятым определением. Но самое главное, любые определения значения и смысла терминов, по Айдукевичу, одинаково произвольны и не подлежат никакому нелогическому, неэмпирическому обоснованию. Именно поэтому различные понятийные системы и составленные с их помощью картины мира абсолютно, или по крайней мере, относительно несоизмеримы и лишь частично переводимы между собой при их сравнении друг с другом. Конечно, никакая теория не может отразить в своих понятиях всей полноты опыта. Более того, опытные данные приобретают свою значимость в науке, лишь будучи включенными в определенную научную теорию. Фундаментальная характеристика научного знания — системность, которая эмпирически реализуется в существующей системе научных понятий и принципов. Эта черта совершенно верно подмечена конвенционалистами Айдукевич Куаин Локатос. В силу сложного характера, взаимосвязи, действительности и познания эмпирического и теоретического уровня научного знания было бы большим упрощением искать для любых научных понятий и законов. А тем более, теоретических, прямые, зеркальные, иконические аналоги в действительности строят непрерывную логическую цепочку, ведущую от непосредственной чувственной данности к понятиям. В историческом плане все наше знание происходит из опыта, в понятиях снят опытный этап формирования их содержания. Понятия заключают в себе логически освоенную практическую и познавательную деятельность человечества и новое поколение, приходя в этот мир. Имеет дело не со всем содержанием истории познания и практики, а с логически освоенным миром, с понятиями, и для очередного нового поколения эти категории являются исходным пунктом познания. Познавая и практически осваивая мир, это поколение оставит последующему в гносеологическом отношении в виде системы понятий и теорий уже результат своих познавательных действий. Таким образом, на каждом отдельном этапе знания возникает как результат взаимодействия понятийного аппарата и эмпирических данных. Эвристическая мощь понятийной системы, в которой отражена практика научного познания, может выражаться и в том, что теоретик, не обращаясь к опыту, может работать гораздо продуктивней, чем экспериментатор, имеющий дело непосредственно с опытными фактами. Приводя пример этому, Энгельс писал, Ньютон теоретически установил сплюснутый земного шара. Между тем, Кассини и другие французы еще много времени спустя утверждали, опираясь на свои эмпирические измерения, что Земля эллипсоидна и что полярная ось самая длинная. Любой исследователь, прежде чем начать работать с данными опыта, уже обременен некоторой понятийной системой, согласно которой он и обрабатывает эти данные, и если они понятия конвенциональны, то и эмпирическое знание после такой обработки оказывается в определенных границах, также конвенциональным, будь то протокольные предложения или научные факты. Вследствие условности определения любых понятий, эмпирическая основа науки в известной степени не может быть неусловной, так как формируется согласно условным теоретическим положениям. А теория не может быть неусловной, так как базируется на условном, в определенной мере, эмпирическом базисе. Признание роли конвенции на одном уровне научного познания ведет с необходимостью к признанию конвенциональности на другом уровне и наоборот. Отсюда и такая высокая роль в конвенционалистской методологии, вне эмпирических критериев оценки научных понятий, теоретических построений, требовании непротиворечивости, простоты, удобства, экономности, изящества и так далее, связанных в большей степени с ценностной ориентацией субъектно-объектной модели познания, чем объектно-субъектной моделью познания. Например, определение пространства и времени как прерывных или непрерывных совершенно по-разному ставит вопрос об определении конгруентности метрических стандартов, что, в свою очередь, ведет к различным трактовкам физических законов. Проблемы выбора геометрических систем для описания физической реальности к совершенно противоположному пониманию соотношения физики и геометрии Пуанкаре, Эйнштейн, Рюйхенбах, Грюнбаум. Свобода выбора при формировании понятийных систем концептуального языка предполагает свободу выборов актуального материала и свободу его концептуализации при создании познавательного образа. После становления понятийной системы появляется возможность определять понятия через другие понятия, не обращаясь к действительности. И для развитой науки, достигшей своего теоретического уровня, формулирующей свои законы на количественном уровне. Эта возможность используется не только и не столько как совершенствование системной организации понятийного аппарата, а как мощное эвристическое средство. Хотелось бы отметить, что системность знания заключается отнюдь не только в возможности определять одни понятия через другие, в возможности путем изменения определения исходных понятий создавать альтернативные теории. Она заключается также в открытости понятийных систем, их способности ассимилировать эмпирический и теоретический опыт, изменять свое содержание под напором эмпирического материала, конструировать новые понятия для открытия новых характеристик действительности. Если же остановиться на анализе взаимоотношений и понятий внутри системы, то не будет приращения принципиально нового знания. В-четвертых, в конвенционализме содержится важное преимущество, состоящее в подчеркивании того существенного момента процесса научного познания, который не был отмечен в других методологических концепциях, а именно осознание конвенциональной семантики научных терминов как средство творческого построения научного знания. В естественном языке конвенциональный характер его понятий несколько скрыт обезличенностью соглашений. В научном языке конвенциональность его терминов и понятий выступает уже в явном виде. Ее учет особенно необходим для эффективного понимания учеными друг друга в процессе коммуникации или в процессе их приобщения к новому направлению науки. Во всех этих случаях выявление семантических конвенций помогает зафиксировать значение и смысл научных понятий, их семантическую нагруженность. Создавая тем самым одну из важных предпосылок четкой постановки и решения как проблем преемственности научного знания в процессе его развития, так и несоизмеримости сменяющих друг друга теорий. Семантическая конвенция выступает также как необходимое средство связи абстрактных понятий с чувственными данными. С ее помощью происходит переход от живого созерцания, чувственного познания к обобщенному, абстрактному мышлению. Конвенциональная уже в своем тривиальном случае семантическая конвенция ведет к обнаружению и формулированию в явном виде релятивных моментов познания. Она одновременно является средством введения терминов, понятий, теоретических конструктов и средством их связи с научной реальностью, средством связи чувственного и рационального. В процессе перевода с языка одной теории на язык другой теории адекватный перевод становится возможным только при четкой референции семантики научных терминов. В отрыве же от объективной референции эти процессы выступают как чисто субъективные логические операции. Такой, например, была неопозитивистская интерпретация принципа ковариантности законов физики относительно любых преобразований координат, который является одним из основных положений общей теории относительности. Неопозитивисты же переначали принцип ковариантности. Так, согласно их точке зрения, принцип ковариантности означает свободу в выборе языкового каркаса для упорядочения физических фактов. Но первое и второе утверждения отнюдь не тождественны в своем содержании. В том же конвенционалистском духе были истолкованы некоторые особенности языка, связанные с появлением логических и семантических парадоксов в науке. Здесь ими также предпринимались попытки свести проблему освобождения науки от противоречий к конвенциональным преобразованиям языка. Столь же спорной является конвенционалистская интерпретация научных фактов. Согласно этой интерпретации, конвенциональность научных фактов не просто очевидна, но она прямо пропорциональна степени языковой обработки чувственных данных или голых фактов – Пуанкаре. И если у Пуанкаре конвенциональность языка выступает еще только как средство обобщения чувственных данных, делающие их общезначимыми, то Айдукевич полностью абсолютизирует зависимость содержания научного знания от конвенциональной природы языка. С его точки зрения, язык полностью определяет изображение мира. И поскольку язык любой теории представляет замкнутую внутри себя систему, то суждения, выраженные на языке одной теории, полностью непереводимы на язык другой теории. Структура же языка определяется исключительно логическими и лингвистическими законами и нормами. Таким образом, конвенционализм справедливо выступает против платонизма, словесного фетишизма и магического взгляда на язык, а также против методологии эмпиризма и интуитивизма. Вместе с тем, неверно трактует природу научного языка, считая его исключительно плодом конвенциональных, условных соглашений о значении и смысле всех его терминов и понятий. Он явно недооценивает историческую природу любого языка, его системный характер, а также присутствие в нем большого объема неявного и невыразимого полностью знания. Конвенционалисты верно подметили, что язык науки является тем каналом, через который конвенции проникают в научное знание, но придали этому каналу явно самодавляющее значение. В-пятых, определенную роль в оправдании конвенционалистской методологии играет то обстоятельство, что в науке часто один и тот же эмпирический факт истолковывается по-разному в соперничающих теориях. В этом плане одним из классических можно считать пример с опытом Физо относительно распространения луча света в движущейся среде. Первоначально результаты опыта были приняты волновой теорией света, но затем в теории относительности получили иное объяснение. Данное обстоятельство конвенционализм интерпретирует как принятие той или иной объясняющей теории по соглашению. А этот критерий, как уже отмечалось, не дает оснований утверждать объективную истинность знания. В конвенционалистском подходе к проблеме анализа научного знания допускаются две главные ошибки. Первое – сознательное абстрагирование от всех внеязыковых и внелогических компонентов процесса научного познания, в частности, интуитивных, мировоззренческих и социальных, и второе – явная недооценка онтологических, исторических и практических факторов, существенно детерминирующих формирование и развитие научного знания. Никакое высказывание не может быть установлено из эксперимента, писал Локатос. Высказывания могут быть логически выведены из других высказываний, но они не могут быть получены из фактов. Они могут быть доказаны опытом, не более чем ударом кулака по столу. Делая акцент на важной роли конвенции, на теоретическом уровне познания, Локатос при этом явно недооценивает объективно-онтологическую и практическую детерминацию при формировании и содержании научных теорий. Он ошибочно переводит отношения между теорией и фактами только в область логических отношений между ними. Луи Д. Бройль писал по этому поводу. Это неизбежное вмешательство теоретических представлений в формулировку экспериментальных результатов так поражает некоторые умы, что они начинают сомневаться в том, что экспериментальные факты существуют независимо от наших теоретических представлений и иногда говорят. Ученый создает научный факт. Если одни конвенционалисты педалируют роль конвенций на теоретическом уровне Локатос, Айдукевич, то другие абсолютизируют их роль на эмпирическом уровне Поппер, Грюнбаум, наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или данного основания. Если же мы перестаем забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере, некоторое время выдержать тяжесть нашей структуры. Итак, признание условности знания на одном уровне с необходимостью детерминирует признание конвенциональности на другом уровне. Конвенциональность эмпирического базиса предполагает условность теории и, наоборот, условность теоретического знания ведет к конвенциональности научных фактов. Теоретические предпосылочные знания существенно влияют на эмпирическое исследование уже на самых ранних его этапах. В частности, уже на стадии отбора фактов, явлений действительности. Вследствие этого, объективно существующие явления могут объявляться несуществующими, и наоборот, объективно несуществующие объявляются существующими. Так, оппоненты Галилея отрицали существование пятен на Солнце, сложный рельеф Луны, существование спутников Юпитера. Они не только отказывались взглянуть в телескопы, но и выдвигали теоретические соображения, согласно которым эти явления объявлялись плодом оптического обмана. Для доказательства объективного существования данных явлений Галилею пришлось выдвинуть целую систему теоретических доводов, среди которых предположения об идентичности оптических процессов на Луне и Земле, которые он сам не мог доказать. «Перед моими глазами, — говорит Галилей, — раскрывается совершенно противоположное тому, что перед вашими». Ту же ситуацию существенного влияния теории на опыт отмечал и Фринель. Вот что он писал об оптических работах великого Ньютона. Трудно понять, каким образом изгиб света во внутреннюю часть тени мог ускользнуть от столь опытного наблюдателя, в особенности, если принять в расчет, что он производил опыт с самыми узкими телами, так как он пользовался даже волосами. Можно подумать даже, что этим он был обязан своим теоретическим предубеждением, до некоторой степени закрывающим ему глаза на многозначащие явления. Сильно ослаблявший то главное возражение, на котором он основал превосходство своего принципа. Парадокс заключается в том, — пишет Ахутин, — что факт приобретает значение объективности по мере того, как он включается в ту самую теоретическую систему, для подтверждения которой он привлекался. Но столь же серьезное влияние оказывают и эмпирические факты на содержание научной теории и процесс ее формирования. Ведь главные функции научной теории — это все же объяснение имеющихся фактов и предсказания новых. Следовательно, содержание теории существенно зависит от конкретного множества фактов, которые она должна объяснить. Новые же факты зависят от существующих теорий только частично, так как являются ничем иным, как логическим обобщением чувственных данных. Последние же являются продуктом взаимодействия сознания с познаваемыми им объектами, существующими не только вне всяких теорий, но и языка, и мышлении также. Методологическим же регулятором адекватной фиксации содержания чувственных данных является не мышление и не язык, а присущая человеку биологическая норма восприятия. Именно она выступает главным критерием общей значимости, а тем самым и объективности чувственного знания, формируя содержание чувственного уровня научного познания. В-шестых, важной существенной особенностью развития науки является наличие в ней конкурирующих теорий, объясняющих один и тот же круг эмпирических фактов с различных позиций. Например, волновая и корпускулярная теория света, эволюционные учения Ламарка и Дарвина, электродинамика Лоренца. Специальная теория относительности Эйнштейна и так далее эта особенность была осознана в философии науки XX века как проблема выбора теории. На ней необходимо остановиться подробнее в связи с тем, что конвенционализм подчеркивает важность вне эмпирических критериев оценки теории, простоты, совершенства, красоты и тому подобное. Так Пуанкаре утверждал, никакая геометрическая система не может быть вернее другой, она может быть лишь более удобной. Вместе с тем развитие науки в целом и естествознания в частности убедительно показало, что одних эмпирических критериев недостаточно, чтобы обосновать принятие той или иной теоретической концепции. Выбор между конкурирующими теориями определяется не только их соответствием фактам, но и детерминирующими факторами метатеоретического, методологического и философского порядка. Среди них есть и такие, как простота научных теорий, а также системное и логическое совершенство их организации. Так, на основе очень небольшого числа законов и постулатов ньютоновской механики было объяснено большое количество физических фактов и законов, полученных независимо от теории Ньютона, в том числе и законы движения планет, сформулированные в небесной механике Кеплера. Далее. В плане своей простоты частная теория относительности оказалась намного совершеннее электродинамики Лоренца, анализ оснований которой показал, что она базируется на слишком большом количестве независимых допущений до 11. Как справедливо отмечает Мамчур, простота есть синоним систематичности и синтезирующей силы теоретической концепции. Стремление объяснить разнородные явления с единой точки зрения определяет выбор исходных посылок, обладающих, возможно, большей общностью. Способных объяснить все известные факты в исследуемой области и способных тем самым стать подлинной основой единства многообразного. Однако, даже признавая всю важность простоты и других частных критериев выбора наиболее обоснованной гипотезы, нужно сказать, что они никак не гарантируют ее истинности. Выбирая наилучшую гипотезу из конкурирующих гипотез, ученые часто останавливаются на той, которая лучше других согласуется с экспериментальными данными. Но Гейзенберг переводит решение проблемы истинности из эмпирической плоскости также в ценностную и мировоззренческую плоскости. Среди конкурирующих научных гипотез истиной следует признать ту, из которой вытекают более гуманитарные нравственные выводы. И с таким более системным подходом по сравнению с логическим, лингвистическим и эмпирическим трудно было не согласиться. Он лучше соответствовал исторически сформировавшемуся к XX веку образу науки как структурно-разнообразной, системно-организованной, социально-детерминированной, инновационной и развивающейся системе знания. Продолжение следует...